В этом видео я покажу вам 9 постных блюд. Эти блюда можно готовить и во время поста, и тем, кто не постится. Блюда все сытные, из простых и доступных продуктов. Готовить очень быстро. Не забудьте подписаться и поставить лайк, и включить колокольчик. Начнём с салатов. Салат из картофеля и морской капусты. Нам надо картофель, морская капуста, огурцы маринованные, зелёный лук и растительное масло. Картофель и огурцы нарезаем кубиком. Зелёный лук нарезаем. Можно добавить укроп. Складываем все нарезанные овощи в салатник, добавляем морскую капусту и заправляем маслом. Подаем к столу. Второй салат – это свёкла по-корейски. Очень вкусная и быстрая закуска. Для этого салата нам надо свёклу варить 10 минут и остужать в холодной воде. Очищаем от кожи. Натираем свёклу на тёрке для корейской моркови. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Чеснок мелко измельчаем. В лук добавляем специи. Немного тушим и остужаем. Смешиваем его со свёклой. Добавляем чеснок, чёрный перец, уксус и остужаем. Подаем к столу. Можно посыпать сверху кунжутом. Третий салатик. Очень похож на винегрет, но немного он другой. Для этого нам надо. Овощи отвариваем и очищаем. И нарезаем всё кубиком. Нарезаем лук. Добавляем грибы. Маринованные. Фасоль. И заправляем всё маслом. Подаем к столу. Если у вас нету маринованных опят, их можно сделать самим. Я покупаю свежемороженные опята и варю их в маринаде. Остужаем и получаются очень вкусные маринованные опята. Приготовим закуску из фасоли. Лобио. Это может быть и салат, и суп. Я делаю намазку на булочке. Нам нужна фасоль. Я взяла консервированную в банке. Сливаем жидкость. Но жидкость не выливайте. Это будет основа для постного майонеза. Фасоль перебиваем блендером. До пюре добавляем мелко нарезанный чеснок. Нарезаем мелко тинзу. Мелко рубим орехи грецкие. И всё добавляем в пюре. И перемешиваем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Разогреваем сковороду, наливаем оливковое масло И выкладываем булочки и поджариваем эти булочки на масле Можно брать хлебцы и намазываем лобио на булочки Сверху кладем орешек и украшаем кинзой Ну, очень вкусная закуска, попробуйте обязательно Теперь покажу вам, как из жидкости от фасоли приготовить очень вкусный постный майонез Берем жидкость от одной банки фасоли Кладем горчицу, соль, сахар, уксус и взбиваем погружным блендером Добавляем тонкой струйкой растительное масло Густота майонеза зависит от количества масла Чем больше вы добавите масла, тем гуще будет майонез Вкус у него, как у обычного майонеза провансаль Попробуйте обязательно, кто постится Теперь приступим к супу Я очень люблю суп из чечевицы И хорошо его подавать с лобио, который я приготовила ранее Для этого нам нужно красную чечевицу Чечевицу промываем до чистой воды И ставим варить на 10 минут после закипания Лук нарезаем кубиком Морковь натираем на крупной терке И обжариваем все на растительном масле Добавляем томатную пасту Складываем все в кастрюлю И перебиваем все блендером до пюре Добавляем специи и соль по вкусу Сверху посыпаем зеленью кинзы или петрушки Очень быстро получился этот суп Очень нежный, вкусный, полезный и питательный Приготовим запеканку из белой фасоли и грибов Это очень вкусное блюдо Сытное и просто готовится Фасоль отвариваем до готовности Лук нарезаем полукольцами И обжариваем на растительном масле Нарезаем грибы и шампиньоны И тоже обжариваем на растительном масле Выкладываем слоями фасоль, лук, грибы Сверху должна быть фасоль И ставим в духовку на 10-15 минут Готовую запеканку из фасоли Посыпаем зеленью и подаем к столу Это постные вареники с картошкой и грибами Приготовим тесто В муку добавляем кипяток, соль, сахар, растительное масло И вымешиваем 10 минут Кладем в пакет и убираем на 30 минут В это время приготовим начинку Картофель варим в мундире Лук и грибы нарезаем кубиком И обжариваем на растительном масле В муку добавляем кипяток, соль, сахар, растительное масло Картофель очищаем от кожи и разминаем Смешиваем картофель, лук и грибы Тесто раскатываем в колбаску и делим на равные кусочки Раскатываем кружочки и кладем в центр начинку И защипываем вареники косичкой Вот такие вареники у нас получились Варим их в кипящей подсоленой воде, пока не всплывут Достаем шумовкой Подавать можно с постным майонезом, луком и зеленью Ну, очень вкусно И сделаем десерт к чаю Кофейно-апельсиновый постный пирог Для этого нам надо Апельсины разрезаем и выжимаем сок У меня получился один стакан Один апельсин нарезаем на кружочки В кастрюлю кладем сахар, полстакана и воду 100 миллилитров И ставим варить сироп Грецкие орехи измельчаем В сироп кладем апельсиновые дольки и варим их по 5 минут Переворачиваем В сироп кладем сахар, полстакана и воду 100 миллилитров В сироп кладем сахар, полстакана и воду 100 миллилитров В муку кладем соль, разрыхлитель, ванилин, какао, орехи, сахар, майонез или растительное масло и сок апельсина И перемешиваем Тесто готово На дно формы укладываем дольки апельсина и выливаем тесто Выпекаем в духовке 180 градусов 40 минут Проверяем деревянной палочкой Вот такой у нас пирог Получился не сухой, влажный, со вкусом орехов, шоколада и апельсинов Сверху можно украсить апельсиновыми дольками и посыпать сахарной пудрой Вот такие вкусные постные блюда мы сегодня с вами приготовили Спасибо за просмотр! Кто не подписался, подписывайтесь Включайте в колокольчик, нажимайте лайки До скорых встреч! Пока-пока! Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok